Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, заберем свои награды. Лига Сегунов 3 звезды, потом я вяжу 2 звезды, то есть нас сбросили с нашего места, судя по всему. Бесплатно откроем пак, нам выпадет здесь 5 долларов. Отлично. Так, задание выполнено. Пройти серию испытаний, давай быстренько ее пробежимся, выполним и пойдем уже с тобой дальше. Ну что, сегодня арена, я не знаю, что сегодня неделя какой, четверг по-моему или среда, четверг вроде. Так что события по-моему еще закрыты у нас. Ну что, будем арену подтягивать, ну и конечно же искать Донателло видение. Так, ну-ка засохни плесень, отлично. Давай-давай, а двойной атаки нету, к сожалению, ладно. Пик с ним. На вторую волну с тобой переходим. Масуха есть, масухи нету. Тогда сделаем... Да ничего я не буду делать. Просто ударим, да и все. А вот Усаги, Усаги как раз делает крученый. Крученый-перченый. Нормуль. Этот постепенки доплился, ну и конечно же змея-корай падает, назначь. Так, ребята, все отлично. Серия испытаний пройдена довольно легко. Получаем с тобой, конечно же, награду за это все дело. Забрать. Ну что, так, три сложных боя, десять обычных боев. Так, погоди секунду. Я хочу посмотреть в магазине. В магазине сколько у нас, кстати, монет, во-первых. Сто восемь, отлично. Так, Шреддер. Милости просим. А жетонов у нас 319. А, 390. Но все равно мало. Мало, конечно. Так, а теперь нам нужно с тобой в боях сразиться. Так, ищем. Ну, прокачка, во-первых, у нас идет на нейтрализаторы. Где он у нас вообще стоит? Вот он. А, нам даже... Нам даже одного уровня ему не поднять. 9000 мутагенок. Куда там? Да на Телкосмос ты где? Будем на тебя дальше все искать. Нам нужно будет найти 5 номеров. 5. Один есть. Так, второй. Третий. Четвертый и последний. Пятый. Пожалуйста. Дай пятый. Говорю, дай пятый мне номер. Ты смотри, а жуч... Жучарный. Хотел ругаться начать. Ну что, прокачиваем, короче, да? До шестой ступени. Отлично. Так, давай все-таки мы будем с тобой прокачивать вот эту вот масуху. Три ячейки крэнгов нам нужно найти еще. Уже две. Уже две. Ну давай, давай, давай. Какой-то телескоп выпадает всякая дрибудень. Так, вторая и последняя, пожалуйста. Последнюю ячейку дайте. Есть. Так, ячейку нашли. И нам надо будет еще найти с тобой 10 ящиков с инструментами. Прикинь, 400 у нас микроскопов найдено уже. 400. Офигеть. Ну это уже будет, конечно, в следующей серии, потому что у нас задания как-то еще выполнены. Поднять уровень персонажа. У нас мутагена сколько? 9000. Ну должно хватить. На один-то уровень кому-нибудь поднять можно. Например, кролики, да? Отлично. 54-й уровень. Все это дело закрываем. И награды наши забираем. Так, теперь бежим с тобой прямиком сюда. И... Нет, не сюда. Вот сюда. И пытаемся с тобой выудить нашего Донателло-видения. Два доллара. Нож для пиццы. Донателло, но не тот. Серебряные осколки. 25 жетонов. Е. Две ДНК нашли, ребят. Все круто. Так, сколько там еще нам осталось ждать с тобой? Да ек-макарек, ну что ты делаешь-то? А, два часа, ребята. Два часа, 43 минуты. И у нас откроется с тобой Армагеддон. Ну и плюс негодники. Значит, сегодня пятница, да? Пятница, скажем так. Ну что, я на турнирочку, ребята, вы уж извините меня, побежал, как говорится, со всей скоростью, что у меня есть. Кто-то говорит, Рэй, хорош играть за Армагона и Суперсредера. У тебя же есть отличная команда Усаги и Леонарда. Есть, ребята? Это, конечно, есть. Подожди-ка секундочку. А почему это за 57 уровней? Я не понял. Мы же с тобой... А, мы же не в мастерах. Мы еще только все в гунах. А я думаю, что такое враг ватный? Хе, 57 уровень. Ладно, хорошо. Тут, наверное, можно было бы даже и без Усаги справиться, на самом-то деле, своими силами. Зря я, конечно, его так вот сделал. Хотя, ты смотри. Ну вот как, ребята? Ну вот 57 уровень против сотого. Ну как он мог выжить? Вот объясни мне. Тьфу. Это, конечно, вообще... Он его просто должен был в порошок стереть. А он выжил. Да к тому же 99 позиция еще. Ё-моё. Считай, уже чуть ли не в Лигу Сегунов одна звезда нас с тобой сбросили. Вот так вот. Так, ну нам теперь надо как-то вообще супер-пупер ускоряться. Вообще офигенно. Так, я, наверное, сейчас буду делать следующим образом. Раз, два. И вот к этим двум берем с тобой вот этих вот. Я думаю, 57 и 60 уровень не особого нам вреда причинят. Даже если мы с тобой не убьем их сразу. Муха. Муху навозную нужно сразу щелкать, по идее. А как нам это сделать? Как нам это сделать? Оу-оу-оу-оу. Так, это делается очищение. А, иммунитет. Муха захиляется. Ё-моё. Так, я даже не знаю, что мне здесь применить. По идее надо вот этого шваркать. Это у нас массовая такая или нет? Массовая. Допустим. Так, этого мы с тобой уничтожим. Ванька сейчас будет выпядриваться. Если успеет. Бросай баллончик. Донни делает защиту. Этот бросает гранату. Так, Муха, ты меня раздражаешь. Вот серьезно, Тигрин. Рубани ее хорошенько, а, пожалуйста. Тигрин и коготь. Да что ты. Не дай бог сейчас уложат мне. Блин, Кунаичи, ребята, просто на грани. Ну, ты посмотри. Кто там будет ходить сейчас? Ванька, по идее, да? Ну что, я попытаюсь, ребята, пробить копьем. Е. Теперь. Блин, Донни будет ходить. Давай попробуем так сделать. Есть. Будь добра, пожалуйста, Кейси. Ну, давай так. Есть. Кунаичи просто, ребята, каким-то чудом выжила. Ну, я не знаю, ребят. Вот зачем я так рисковал, а? Скажи мне, пожалуйста, на милость. Зачем? Это неоправданный риск. Захотел выпендриться? Нет, нафиг. Будем с тобой брать нормального топового персонажа. Такие, знаешь, фокусы что-то меня не совсем радуют. Нервы, как говорится, и так не лишние. Давай. Раз, два, три, четыре. Окей, погнали, короче. Леонардо, естественно, сейчас будет делать свой вертушкин блюз, скажем так. Сразу эти все волхи падают, наверное. Да? Леонардо знает вкус, как говорится, победы. Он был у нас когда-то, ох, мировой звездой на протяжении, наверное, полугода. Потому что мы за него только играли. Ну что? Здесь можно взять, в принципе, Армагошу. Армагон будет в компании вот этих вот слабеньких 54 уровней персонажей. Ну, им даже не придется ничего делать, потому что Армагон все берет на себя. Ты понимаешь, да? Все, все, знаете, растраты за его счет. А эти просто пожинают лавры. Особенно этот Ксивермонтес. Там выплясать сразу начал. Своим капуэро. Ну что, мы двигаемся дальше. И, наверное, у нас сейчас будет 30-е, я надеюсь. 37-я позиция. Ну, хорошо. Фикс. Нам бы лишь бы добраться до Лиги Мастеров, а желательно 2 звезды. Вот такая у меня сегодня цель. 28 откатов мало. Этого мало, ребята. 28 откатов вообще ни о чем. Опять же, беру Багстера Стокмана одного. Зачем, спрашивайся? Надо перестраховываться. Еще раз повторяю. Вот возьми еще нейтрализатор, и будет тебе счастье, Рэй. Вот поверь мне. Потому что мы с тобой, как всегда, начинаем бомбить суператакой. Она не добивает. Потом Эйприл обычно начинает захиливать, и потом пошло-поехало. Все по накатанной. Естественно, этот сразу берет усиление своей команды. Правильно, логично. Видишь? Не добивка. Но постепенный урон. А там хорошо отработал. Двоих сразу не усанули. Все. То есть Багстер Стокмана здесь в данный момент разрулил лишь тем, что повесил на них постепенный урон. Вот и все. То есть, грубо говоря, нам фартануло. Так, ну что, 29-я позиция. Отлично. И давай-ка попробуем. Вот, нашел. 16-21. Возьму Ванюшку и возьму Рахзара. Массовых атак здесь практически нет. Ребята, единственное, кто меня смущает, это Пит, потому что он опять же будет хилять. Хотя, Ванюша, если брусь я туда гранату, а лучше всего гранатомет применить. Мне кажется, так надо делать. Рахзара сразу же в провокацию. О, Майки, ну как же без тебя-то, е-мое. Свои буги-вуги. Ну что, поехали, проверим. Ну, в принципе, и все. Победа тут за нами. Это однозначно тихо. Даже не вздумай, парень. А то я знаю тебя. Гранатки бросить или еще что-нибудь начнет тут чудеть. А у нас и так было здоровья мало. Ты видел, там, Марфаэли. Ведение. Ну что, какая там? 14, я надеюсь, позиция. 18. Что-то как-то очень медленно двигаемся. Очень, друзья мои, мы двигаемся медленно. И мне это не нравится. Так, возьмем вот этих вот ребятурек. Ну, зэк плюс Донателло. Должно пойти все нормуль. Да как так-то? Попробуем, наверное, вот так сделать все-таки. Уклоняшка там висит, правда. Добиваем морозильную кошку. Никаких хилов. А вот здесь я, наверное, сглупил. А знаешь почему? Надо было защитную наставить. Хотя, погоди секунду. Ой, там же контратака, да? Хорошо, что только от одного. А если бы тот выжил бы, он бы получил двойные звездюли и, соответственно, наш Рафаэль просто распластался бы. Надо быть впредь очень-очень аккуратным. Не допускать таких вот оплошностей. Господи, можно фейлиться на пустом, ребята, на ровном месте. Понимаешь? Просто не доглядел, что-то там поспешил, нажал не так. А потом уже, когда за долю секунды ты осознаешь, что ты натворил и какие могут быть последствия, начинаешь идти на попятную. А уже поздно. Так, ну что, поехали. Вот здесь вот тоже вот рискую. Да, я понимаю, мы взяли с тобой там Джастина, Железноголового. Но у них почему-то инициатива все равно переплевывает мою. Давай, Алапекс. Кстати, у Алапекса тоже неплохая инициатива, я смотрю. Несмотря на ее маленький уровень. Да, ее маленький урон. Так, я, наверное, все-таки бафчик на себя повешу. Плюс массовая атака от Майки Космос. Тоже она никчемная, конечно. И сейчас начнется. Это ускорение команды. Повышение инициативы. Так, отвали. Ну, молодец. Джастин, ответку. Нет, сейчас кому-то... Фух. Триндец, ребят. Ты сам видишь прекрасно, что здесь происходит. Я в шоке. Это у нас уже какая-то третья боевка, где мы чудом каким-то выживаем. Майки просто прелесть. Выжил, молодец, красавчик. Ну, наконец-то мы перебрались в Лигу Симонов Три Звезды. Так, ладно. Шреддер, все, выходи, пора, как говорится, действовать. Тут еще у нас целая куча персонажей, которые хотят поиграть вместе с тобой. Повоевать в команде с тобой, так скажем. Ну, давай. Так, как... Я уже ничего, ребят, не понимаю. Теперь Слэш выживает после вот этих вот клинков. Каким ты образом твою налево выживаешь? Это топовый удар. Тем более, он 60, там, 61 уровень, 63. И выжил, гаденыш. Не знаю, ребят, как им это все удается. Ну что, давай хотя бы вот эту вот линию с тобой отыграем. А там уже попробуем своими силами. Просто возьмем целую армию 60-х, да? И должны, в принципе, разрулить. Ну, это если будем, опять же, воевать с 58-м уровнем. Вот. Вот так вот должен быть сделан настоящий урон. То есть, бомбиты, они все сразу дупляются. Они какие-то там Слэши выживают. Я знаю, многие там напишут у него там сопротивляемость повышенная. Ребят, это я все понимаю. Но против сотого уровня с прокачанным скиллом, какого бы ты там 60-го уровня не был, все равно, какая бы у тебя там защита не стояла, очень проблематично выжить против удара Супер Шридера. Так, ну что, давай возьмем, наверное, вот эту вот команду. Беру Рафаэля, мы берем майки. И вот этих вот троих. Как думаешь, получится у нас разрулить этой командой? В принципе, если Рафаэля, мы поставим с тобой в провокацию. Кто-то из подписчиков сказал, Рэй, посмотри у Тимати последний скилл. А я вот не помню, если честно, что он там делает на последнем скиллу. Мне даже интересно стало. Пит с удара падает, прикинь? Вот это ты зря делаешь. Зачем? Зачем ты применяешь вот тут повышение инициативы? И плюс очищение. Ни к чему это будет. Так, ну-ка, понижаем атаку, попробуем. Окей. Теперь. Так, вот же у него, ребят. Вот. Последний. Последний же скилл, да? Последний. Вот этот вот танец с бубном, который повышает крит атаку. Почему-то я забыл, что это именно он у него. Спантологи, ребята, вы сбиваете иной раз. Так, минус сплинтер. Минус майки. И, наверное, минус Рафаэль, скорее всего. Да, и мы с тобой не двигаемся дальше. Это, как говорится, своими силами. Ну? Сорок? Да, конечно, сорок. Пятьдесят один. Ладно. Не будем грустить. Армагон, возвращайся. Да что ж такое? Сколько у меня их еще не отыгранных? Ё-моё. Слушай, наверное, мы до Лиги Мастеров сегодня с тобой доберемся. Вероятнее всего так и получится. Ну-ка, валунчиком. Все. Блин, Армагон, конечно, красавец. Но ты видел? То, что он когда бомбанул. Несмотря на то, что у него стоит броня. Друзья мои, а броня это... Он не получает урон. Ты посмотри, сколько от веточка от Шреддера ему передалось. Почти четверть здоровья отнялась у него. Так что, ребятушки, броня она только защищает от удара. От... Как сказать тебе? От переноса урона она не спасает. То есть, Шреддер погиб. Но часть урона, которую мы ему нанесли, отразилась на Армагоне. Когда он бросил свой баллон. Вот это надо тоже учитывать, оказывается. Хм. Ладно, ребята, будем знать. Ну что, у нас где тут еще? Олухи. Раз, два, три. И хан четвертый. Здесь я спокоен абсолютно. Потому что, ну, сам понимаешь, Армагон. И вот эти вот сопляки. Это просто детский сад. Ну, в данный момент для него. Ребят, не надо только обижаться и не говорить там, что ты рейд и оскорбляешь. Кого-то там. Я оскорбляю бота. Мы играем против ботов. Если бы здесь были бы реальные игроки. Естественно, у меня было бы совсем другое отношение. А с ботами, ну, ведем как с ботами. Так, ладно, давай еще раз Армагошу. Раз, два, три, четыре. Тут, кстати, уже бойцов-то все меньше, меньше и меньше. Но до Лиги Мастеров, я думаю, мы с тобой доберемся. Может быть, даже до половины второго дивизиона. Такое тоже может быть. Да, всех ударов. Вынес. И мы продолжаем движение. Продолжаем с тобой движение. И мы находимся уже на каком-то четырнадцатом? Шестнадцатом. В шестнадцатом месте. Откатики у нас потихонечку, ребята, тратятся. Кстати, я же не посмотрел рекламные откаты. Надо будет обязательно глянуть, потому что десять штук на дороге не валяются, сам понимаешь. И, кстати, те моменты, когда я их тратил, я не просматривал рекламу. Вот почему у меня сто откатов очень быстро закончились. А я думаю, что-то не то. Как-то уже больно. Ну, потому что мне как бы не было нужды их. Получать. И я забыл просто это делать. Вот так вот. Ну, какое место-то? Господи, ну, третье. Ну, дайте мне уже в Лигу Мастеров-то зайти. Ну, что вы тут вокруг да около все танцуете? Хватит, я говорю уже. Хватит. А у нас с тобой остается всего лишь ничего, ребята. Сколько там? Ну, поединка два это максимум. То есть, мы зайдем с тобой в Лигу Мастеров и 80-е, может быть, 90-е позиции у нас с тобой будет. Вот такие вот петрушки. Жаль, конечно. Хотелось бы повыше взять барьер, но ничего ты с этим не делаешь. Так, ребята. Лига Мастеров это наш отсчет, как говорится, на пути к славе. Ты понимаешь, да? То есть, выше только Поднебесная. Но до нее нужно еще добраться. Раз, два, три, четыре. Что-то сразу вспомнил игру Поднебесье. Да, в свое время я очень долго в нее играл. Она, по-моему, она браузерная, насколько я помню. Ну, как я в нее залипал, ребята. А Бойцовский клуб, помнит кто-нибудь из вас такую игру? Тоже браузерная была. Ох, как же я там залипал тоже. Наверное, вы не помните таких игр, потому что... Вы слишком маленькие, наверное, были. Да, это было, конечно, круто. Так, ладно. Сейчас мы с тобой... Раз, два, три. Ну и возьмем, например, вот этого. Все, это последний, ребят, на сегодня у нас поединок. Больше нам сделать нечего. Как ты видишь, я немножко поспешил. Зашел в игру. Откат, оказывается, будет только через два с половиной часа. Именно на события. Ну, я ведь не знал. Так что, простительно. Может быть, вечером как раз пройдем еще раз ареночку. И пройдем события. И тогда уже будем, наверное, точно в топчике. Но не хочу, как говорится, забегать наперед, потому что нас еще могут здесь 30 раз сбросить. Так, проверочка. Так, надо будет мне за кадром вот это вот все получить. Ведь в предметах все кисло. Тут все выполнено. Ну да. Остается лишь ждать мне два с половиной часа. Для того, чтобы уже... Ну, два с половиной часа мало, потому что откаты на арене будут 8 часов. Сейчас время 12 часов дня. То есть, ближе к вечеру. Опять же, если я не буду занят. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.